вот смотрите вот задание давайте посмотрим если надо мы пример один сделал написать словесной форме и нарисовать блок-схему алгоритма заваривание кофе я думаю что можно одну сделать чтобы было бы это же сделали новички то еще не программисты да у них алгоритм и только в жизни там давай то сделаем давай это вот алгоритм приготовление борща мне кажется очень большой на самом деле не шучу там да туда положите это помыть закипеть а вот это попроще поэтому давайте сделаем так как можно словесной форме реализовать данный алгоритм я реализую данный алгоритм один месяц с вами модель кому сложно вы реализуете все три чтобы руку на ведь кому будет легко реализуйте всего один алгоритм любой из этого потому что зачем тратить время на то что и так понятно потому что когда у нас будут уже примеры побольше я все равно пойму кто может алгоритмически это все реализовывать думать кто нет да это будет понятно это время тратит только на хочется отработать давайте у нас пример какой написать алгоритм заваривание копий словесной форме смотрите есть у нас несколько вариантов описание алгоритмов иногда это словесный вариант например заполняете фу если он до конца не заполнил кнопку отправить делаем неактивным это все вы описываете но в таком виде очень сложно а программисту вас понять поэтому алгоритм реализуется ножка в другом там нужно указывать переходы на если вот это вот это перейти пункту один если вот это вот это перейти пункт 2 вот так вот реализуется алгоритм словесный давайте напишу реализация алгоритма нет извините описание алгоритма алгоритма в словесной форме это тоже есть такой стандарт первое давайте подумаем алгоритма в словесной форме давайте вместе подумал честно ваша помощь потому что к немножко не очень такая явная задача написать словесной форме и нарисовать заваривание кофе ну давайте так сделаем какой мы кофе будем которые налили и замешали это и заработала то есть не будем готовить на огне или как лучше давайте так сделаем скипятить воду будет нормально да нормально смотря где заварить можно все кофемашине понять что заварка происходит и серны и гейзерный можно заварить алгоритм зависит от оборудования попроще давайте мне не вы поняли что в самой задачи не указано на огне пустыне в песке это делать просто не написано такой задача поэтому можно сами импровизировать давайте так закипятить воду блин начало напишет закипятить воду чайники правильно за бреду налить жена туда вот можно писать налить посадки такие за долгой налить если программист скажет а где возьму воду например только не в это то поедем она беде убрал налить воду чайник это же да какую воду можно писать до бесконечности налить воду в чайник закипятить воду в чайнике да дальше что мы говорим насыпать кофе бокал будем проверять а если кофе черт можете уже не бы давайте так достать банку с кофе а вот типа если есть то сделать это если нету делаем это надо вот так бы написать как будто нету муж кофе быть может не быть да если в банке есть кофе мы не можем сейчас писать сделай вот это а внизу если в банке нет кофе вы должны писать а если в банке есть кофе то перейти вот так нужно к мы не рассказываем пункту давайте пока напишу x и потому что не за какой пункт иначе иначе ты если не туда иначе можно не писать у нас всего два варианта если бы вообще куча вариантов иначе запомните в одном пункте мы больше двух вариантов делать не можем пункт извините пока напишу тоже вот x и еще пункты не знаки и будет смотрите если в банке есть кофе то перейти пункт вот этому давайте все пункт сделаем шестым ничего страшно 6 ошибка если вы напишите если в банке есть кофе то мы наливаем что-то начали рассказывать один пункт одно действие налить воду чайник закипятить воду в чайнике достать банку с кофе если банки есть кофе то перейти пункту 6 и давайте пункт 6 напишем до насыпать кофе в чашку ну тоже до ложку или две там не будем писать это уже не нужно сыпать кофе в чашку налить воду из чайника в чашку размешать потому что вдруг размешать ложки нет понимать туда есть ложка и пошла тоже пальцем там или отвертка и тут уже если пишем настоящий алгоритм там будут варианты что эти переменных у нас нет и мы начинаем тоже если есть если он ввел свое имя если он ввел свой возраст или там рост чтобы посчитать сколько вес должен быть размещать размешать точнее размешать налить воду в чашку размешать а мы еще забыли про что насыпать например да мы знаем что мы сахаром пьем сахар размешать содержимое кашки размешать вот теперь смотрите если в банке есть кофе то перейти к пункту 6 размешать содержимое в чашке и я думаю здесь переход напишу и перейти давайте так как пункту сейчас еще не на какой-то пункт это будет тогда конец размешать содержимое а вот здесь мы пишем вот если в банке есть кофе то перейти к пункту 6 иначе пункт 10 пункте 10 напишем так пойти в магазин ведь кофе и что после купить кофе надо сделать и перейти к пункту какому 6 6 то есть смотрите он перешел пункту 6 насыпал чашку налил воду засыпал сахар размешался держи пить и пункту я думал пункт это будет 12 конец пункту 12 вот надо подумать если здесь какой-то вариант когда у него нету кофе он тут их зашел или есть кофе и он почему-то магазин пошел смотрите у нас получится что у него есть кофе он пошел в магазин или у него нету кофе у него заварил вот такие вещи не должны переменной нет вы его не можете создать кстати забыл сказать одну вещь мы сейчас это напишем бог схеме а потом еще реализуем немножко такой с помощью флора если да то что вы тоже просили давайте подумаем нормально так получается или все-таки здесь есть тупиковой ситуации я не вижу тупиковой ситуации если банки есть кофе то шестое то есть насыпал налил размешал и буду 12 если у него нет пункт 10 то надо пойти в магазин купить кофе перейти пункту 6 переход пункту 6 та-та-та-та-та-та и в конце пункту 12 тупиковой ситуации я считаю что так нормально можно описать